Музыка Обожаю, когда вы пишете в роликах, что Миша, как можно сравнивать эти два автомобиля Если вы будете смотреть на эти два автомобиля, то действительно, первым взглядом сразу же понимаешь Что сравнивать их напрямую не имеет никакого смысла Потому что это здоровенная хреновина, просто гигантская Только посмотрите на него, он широкий, он здоровый, высокий, большой, просто бегемотище Его отдельно ты так не воспринимаешь, как рядом стоя с Тугелой Тугела это такой маленький поджарый атлет Мы уже знаем прекрасно, что она из себя представляет Но сейчас вот ее немножко обновили и даже где-то улучшили Но сегодня они здесь стоят не просто так А потому что мы с вами должны выяснить, кто же у нас в нашем рейтинге в России из китайцев лучший Хватит ли Чингану размеров и каких-то там финтифлюшек, чтобы превзойти Тугелу Сейчас и будем проявлять Ой-ой-ой, а что, мы перевернуться хотим? Прям больно при одном взгляде Нарвет просто как ненормально Снится только в самых горячих снах Вот эти собаки, видно, что накосячили То, что там нет 15 оборотов, неизвестность Что будет? Почему они могут, а вы нет? Но где-то там, если порыться Мозг ломается в эти моменты Вы когда-нибудь задавались этим вопросом? Поэтому сегодня мы не будем заострять внимание на том, кто сделал лучше решетку Хотя Джили ее тоже обновили, но вы понимаете Размеры, они действительно имеют вес Потому что это объем салона, это объем багажника Это то, чем вы будете пользоваться каждый день Это то, как вы будете сидеть Например, когда сидишь в Чингане за рулем Ты понимаешь, что, блин, до правой двери попробуй еще дотянись У Джили такого ощущения, конечно же, нет Но! Вот с багажником что-то мне подсказывает, что будет примерно поровно Потому что, что сделали в Чингане? Конечно же, они сделали большой или супер-мега-лимузин Задние места даже сравнивать не будем Их вообще не имеет смысла, о них говорить Вы все и так прекрасно понимаете Но вот багажник Тугеллы Практически идеально ровный Тоже, кстати говоря, высокий Но, посмотрите В принципе, вот у нас измерительный прибор новый появился Длина щетки называется Вы же говорите все время, бери рулетку Вот я и беру Это глубина, напомню, багажника Тугеллы Это шторка Матиза На, Володь, подержи пока На ней даже написано Uni-K, поэтому вы понимаете Это глубина багажника Uni-K Что-то уже какие-то, да, подозрения Не очень хорошие Это для тех, кто фапает на Чинган Короче, вы понимаете, да? Что-то куда-то вот, что-то здесь пошло не так Да, понятно, что форма кузова Там у нас лифтбэк, купе, бла-бла-бла Здесь у нас более классическое все И дверь Нет такого Хотя он тоже воспринимается динамичным Его же пытались сделать похожим на Porsche Поэтому, естественно, Тугелла вот в высоту По наклону немножко проиграет по объему Вот здесь Но по глубине, по дальности Ну, блин, все же видно Еще на несколько сантиметров здесь все лучше Тоже докатка Ладно Как ни странно, паритет Александр сидит в багажнике Показывает все, видите Не влезает в Uni-K Представляете, башкой Это, бьется Автогелли сидел спокойно Дальше переходим, конечно же, во внешности Что мы смотрим обычно Те вещи, которые помогают автомобилю в повседневе В случае каких-то критических ситуаций Это может быть оффроуд какой-то, грязь Это могут быть сколы, камни Это может быть какой-то обвес Цвет кузова Либо вообще его отсутствие Потому что Здесь решили, зачем Мы просто сделаем вот так Вот прямо в крыльях, в этих сложных деталях Ну, притрете, подумаете Потом вот этот ремонтом тут заниматься Дверь делать Выправлять Вы посмотрите на форму этих дверей Они, кстати, сделали их круто Они закрывают пороги И пороги ваши будут чистые Но рельеф действительно удивляет Двери здоровеннейшие Просто по сравнению, опять же, с тугеловскими Двери просто гигантские Пороги тоже закрываются Чуть-чуть не до конца Но в повседневе я не думаю, что вы на это будете сильно обращать внимание Вы будете обращать внимание на то, что здесь не хватает кое-чего А именно какой-нибудь защитки Разве так было в тугеле? По-моему, мы могли спокойно скривсти там По грязи И не переживать Вот здесь даже У Чингана Чинань выигрывает Посмотрите У него здесь есть Немножко некрашенного пластика По сравнению с тугелой Блин, ну, конечно, вот это вот Все это же Вот это вот Все это вот Одна деталь Стой Вот это Это другая деталь Но вот это вот 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 Это все одна деталь И я снова обращаю внимание на это Потому что только представьте Вот вы захотели защитить эту морду Такую сложную Пленкой, допустим Представьте, сколько времени займет оклейка его пленка И сколько это будет стоить Но у меня есть для вас один совет Как все-таки быть Потому что идеально для таких сложных автомобилей С формами Подойдет состав PPS от Seaworks Который я наносил себе на Cherry Tiggo 8 Pro Max Потому что он идеально ложится на любой рельеф Любой сложности Никаких складок, стыков Или тем более пузырей у вас не будет При этом его можно локально ремонтировать В случае царапины или притертости И нужно переклеивать всю деталь целиком Это вам спокойно устранят И, конечно же, есть возможности кастомизации Захотели и финальный слой сделали матовый Или добавили цвет И перекрасили какую-либо деталь или крышу Как сейчас это модно К тому же, учитывая его многослойность Можно добиться толщины даже больше, чем у любой пленки Это значит, что его спокойно потом можно будет полировать И добиваться эффекта Когда никто не будет знать, что у вас машина в броне Подробнее о составе PPS от Seaworks Вы можете почитать по ссылке в описании Действительно крутой продукт Спасение для многих автомобилей со сложными формами Типа Unique Самое главное отличие Которое сейчас нас ожидает Тугела на летней резине Причем у ХП Такие шины стояли у меня на Audi A6 Блин, и они спортивные И сейчас нам нужно туда А там спорта, прямо скажу вам, немного Но зато у Тугела есть режим оффроуд Как вы думаете, компенсирует ли режим бездорожья Своего владельца, который купил летние шины И на них попер на оффроуд И поехали проверять новые пластиковые накладки Так, что тут, не сильно даже раскисша? Ну вот она уже буксует И спиха уже вступает И спиха, и спиха хочу вот налево Прямо вот сюда, вот сюда Даст мне вот сюда-то поехать? Нет, но прет вверх Просто сама прет Я даже заезжаю на испихах На имитациях Ну как бы вот, собственно Реальные условия Для чего я сюда поперся? Показать вам реальные условия Что вот здесь, вот так В этой грязюке Эта машина может все равно ехать Здесь вот есть еще один перепадик Да? Вот этот вот, по-моему, перепадик какой-то Интересный достаточно Который будет похож на диагоналочку Можно его тоже вот так вот проехать На имитациях И точно так же Самое главное, импульс есть Она сохраняет, она позволяет двигаться вперед Без особых проблем Все аккуратно, все хорошо Мне нравится Хотя скольжу, будь здоров Чувствуется, что скользкость Но еще не такая, чтобы прям вообще, да Тут на лужах уехать Хотя сейчас вот вниз поедем Наверное, так оно и будет происходить Опасно Надо, надо все правильно сделать Вверх-то у нас медленный импульс был Здесь вниз может быть все не так легко и просто Главное, что у тебя ливень не сточил Какую? А я поеду правей Специально вот так вот Специально вот так аккуратно Постараюсь все сделать Я же могу Я же на туге Леновицы И постараюсь по колее по своей же Вот так вот обратно и выехать И это мне удается Потому что моя машина шириной не с автобус Все прекрасно Я выезжаю Что будет, как вы думаете? Автомобиль выбираем Помощь при спуске выберем на всякий случай Вдруг там еще какие-нибудь алгоритмы хитрые задействуются И получше все станет Посмотрим Сейчас как раз все и увидим Есть одна проблема Да, он на зиме Но он здоровенный и просто капец И может провалиться вот в ту колею Ну погнали Смотреть страшно На Чингане Неизвестность Что будет? Поедет или нет? На зимней резине? Давай, друг! Ну как-то, блин, ребят По-моему, все хорошо По-моему, здесь никто не намухлевал С полным приводом Это радость! Потому что, естественно, у него преимущество В плане резины В плане цепкости Тут прям это чувствуется Он не так скользит Не так много Ему приходится доделывать Восполнять этот пробел Он может, спокойно вроде бы едет По всем этим перепадам Да, срабатывает электроника То есть по приводу пробела нет И это очень хорошо Это прям радость на самом деле Потому что Теперь я уже с полной уверенностью могу заявить Что я хочу его взять на дачу На даче будет видно Вообще видны все его возможности Вообще все Сань, что-то легко, да? Прямо удивление Давай посмотрим, как вниз Будет ли так же легко Или будет носить Или что-то пойдет не так Вот как, например, сейчас я боком, блин, еду Я, блин, боком еду Дрифт Интересно, интересно Вроде бы Тугела так не хотела Тугела так ехать И не собиралась И не планировала Опа! А он А он едет Ой-ой-ой А что, мы перевернуться хотим? Или что? Вы там говорите? Вроде Вроде нормально Вроде нормально 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 Собрался Собрался Разобрался Справился Ну Ладно Поставим плюсик в привод Пока что Нужна, конечно же, серьезная разборка более Но пока что поставим плюсик Самое интересное Это, конечно же, техника Потому что это два автомобиля на рынке Которые сейчас, на данный момент Предлагают вам Двухлитровые двигатели Что Тугела Что Юникей 238 л.с 225-4-6 л.с Неважно И восьмиступенчатый автомат И автомат здесь Тоже Эйсин И муфта Боркварнер И там И здесь И вроде бы Смотрите Одинаковые Компоненты Да? Очень похожие Друг на друга Но Одинаково ли они себя ведут? Потому что на Тугеле Это все работает Просто отлично Да я поеду Потому что я знаю Когда Будет какая реакция В Тугеле Она быстрее здесь Она Ее не ждешь По 2 секунды И Это в обычном режиме В спорте У вас еще лучше все Шасси Моментально реагирующие На любые отклонения руля И Блин Понимание Да даже вот Вот усилие даже на руле Все Чинган после Тугелы Тугела после Чингана Я думаю Просто это понимаешь Что он комфортнее Тяжелее Больше Больше Он такой слонера По сравнению С Тугелой Которая поджарая А этот Нет Я не собираюсь Даже вот в режиме спорт Когда вся магия Которая только здесь была Она направлена на то Чтобы Типа быстро ехать Вот я нажимаю Нажал Две секунды Проходит практически Что прежде чем Он куда-либо едет Даже в спорт режим То есть Ему это особо Сильно не помогает И в этом Моя главная претензия К тому Как он едет Вы скажете Да не придирайся Никто гонять не будет И все будет нормально Действительно Возможно Это так и будет Все будет нормально Нормально Потому что У него все таки Более менее Неплохой Руль Пусть и Без задатков Какого-то там Спорта Но оно и понятно Нафига бы оно тут Нужно-то было Да Все таки С ним по усилию Не сильно промахнулись Ну Прям Вот сказать Что он плохой Нет Нельзя Так же как и по шасси Оно комфортно Оно невероятно валкое Но где-то там Если порыться Можно найти Эту управляемость И то Что он Более менее Адекватно реагирует Через Вот все прослойки Свои которые есть Этого иногда Мы тоже не видим Многие конечно же Продолжают мне писать Что Она выйдет из 7 секунд Да Включи там режим эко Да Не знаю Залей там сотый бензин Да охлади машину Еще что-нибудь сделай Не важно Главное Чтобы она выходила Из 7 секунд Что конечно же Чингану Судя по нашему Предыдущему тесту Снится только В самых Горячих снах Чтобы Понять Насколько Тугела Наглядно Быстрее Давайте Воспользуемся Нашей прямой Ну у меня был Быстрее старт А потом Это что Что вообще происходит 4.95 Ну а у меня Быстрее старт Но 10 секунд Блин 10 секунд Вы что Опять рывок У меня Лучше Быстрее Автомат Но 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 погоди Как говорится 9.58 Капец Она рвет Просто как Ненормальная Сразу 3.42 Посмотрите Блин Нет 7.7 Ха И встала она Ну здесь Летняя резина Здесь уже Такой Влажный Асфальт Погодка Такси Прямо скажем Но 7.7 И 9.5 Все равно 2 Ну там 10 9.5 По разному Все равно 2 секунды Так Эко режим Я понял Помню Ребят Помню Комфорт Тека Спортивный Бездорожье Экологичный Экономичный Все Вот я выбрал Экономичный Вот В эко режиме Сейчас Мы покажем Свои лучшие Секунды Выключим Кондишн Да А затык делает Кстати говоря Все равно У него какой-то Ланч Тебе Ланча Появилась По-моему 7.5 Скажете Естественно Она легче Да Естественно Она легче Тонна 815 Снаряженная Масса В то время Как у Чингана Почти 2 И вот Она Разница В 2 секунды Нет Это Разница Где-то Ну в секунду То есть Если загрузить Сюда Людей Она Все равно Будет Быстрее А 200 Кг Сколько 2-3 Человека Лишних То есть С полным Салон Это кстати Один из Хороших Экспериментов На будущее Начинаем С места Наверное Потому что Вот это место Которое Под консолью Это просто Гигантское Я блин Давно Не припомню Ни одной машины Где можно Было бы Столько Под консоль Верхнюю Положить И Ну ты Понимаешь Что здесь Пространства Дофига Сейчас будем сравнивать Естественно Вообще Не по пространству Понятно Что эта машина Больше Понятно Что сзади Это лимузин Но по посадке Например По эргономике Как ни странно Хотя казалось бы Кто тут Сволю Это блин Взаимодействует Чинган Лучше Чинган Удобнее Потому что Ты вот Можешь настроить Все близко Сесть к рулю Если бы Конечно же Не одно но Потому что Есть несколько моментов Которые тебя Реально бесят И ты не понимаешь Да как вообще Такое могло быть На Такой машине Неужели Никто Не сидел В этом автомобиле Или устанавливали Этот сраный Воздуховод Уже после того Машина Вышла в продажу Кто делал Обогрев Обдув ног Спереди Почему я задеваю Постоянно За воздуховод Не только я Здесь любая нога Меньше размером Тоже будет задевать Он там Прям вот В самом Ненужном месте Находится Это вот Те же самые Блин Косяки Вот в Джили Чем она Меня бесит Она Блин Офигенная Но Ты садишься В нее И понимаешь Она не для тебя Да какого Блин Черта Я хотел Эту машину Я бы Ее купил На самом деле Но Я понимаю Что каждый день Я буду страдать Здесь есть Несколько моментов Которые конечно же Лучше чем Джили Тут нога С ногой Все нормально Левой Она хотя бы Может отдыхать Ты не бьешься А центральную Переднюю панель Потому что Она не выпирает Острым сюда Тебе никуда Здесь просто Проемы все Больше И места Больше И сидеть Удобнее Но здесь Есть выпендрежный Руль Который Вот сделали Вот таких При этом Крутить его Надо действительно Много Это значит Что часто Вы будете Его перехватывать Его недостаточно Просто поворачивать Почему Формуле 1 И вообще Спортивные рули Подрезают Потому что Там нет 15 оборотов И Это значит Что тебе Удобно будет Как только Вам нужно Где-то его Перехватить И что-то Где-то С ним Что-то сделать Естественно Это уже Не так удобно Как делать Просто Круглым рулем Но Это Чинание Они решили Что будет У них Именно так И Все То же Самое Во взаимодействии С остальными Делами В Тугеле Я бы не сказал Что это Прям Доведено До ума Им есть Чему Поучиться У немцев У чехов И у всех Остальных Тех Кто С эргономикой Уже Давно Дружит У Вольво Например Ну Ладно Этим Ребятам Надо Поучиться Даже У Джили Потому что Некоторые Моменты Некоторые Аспекты Некоторые Особенности Перевода Качественно Вроде бы Выглядит Глазу Нравится Но Блин Пользоваться Достаточно Неудобно Даже Когда Ты привыкнешь Все равно Тебя будет Многое В этой Мультимедиа Системе И в этих Экранах Всех Бесить Ничего С этим Не поделаешь Джойстик Что-то Я не припомню Чтобы на Тугеле За 17 тысяч Джойстик Уже Вот так Разбалтывался Зато Есть и плюсы Например Зарядкой Вот такой На видном месте Гораздо Удобнее Пользоваться Чем той Которая Спрятана Куда-то Там Вниз Я понимаю Что цели Преследовались Благие Джили Но Не работает Это в жизни Ну не работает Все равно Вы там К телефону Вашему Обращайтесь Там Или путь Перенастроить Или что-то Там Быстренько Посмотреть Глянуть Куда едешь Туда Или Не туда Ну вот Так Вот Так Никак С этим Не Не Пересилишь Короче Себя Поэтому Вот эта Штука Удобнее Плюс Здесь Я его Точно Кладу Свой Телефон И он Блин Заряжается Стабильно Всегда И мощно Там Все равно Есть какие-то Моменты Чуть не туда Положил Так все Такая же фигня Прослеживается И сзади Вот так Посмотришь Назад Даже отсюда Это видно Задние стойки Пластиковые Между потолком И стойками Они вот так Все волнами То есть Они не прилегают Четко Они как-то Сделаны Ну типа Как на камре Вот Прошлых поколений Мне кажется Даже Мы всегда Вот такого Уровня Автомобиля Который стоит Дороже Практически Представительского Класса Да Ну бизнес Как минимум Класса А вот Вот так Вот Хреново Сделаны Мы их Всегда Троллили Ничего Теперь Это надо Делать Китайцы Так Осторожно Блин Угол Вот этот Пластик Торчит Прям Прям Больно При Одном Взгляде На Него На Самом Деле Вот Уже Помнят Эти Все Рефлексы Боль Эту Садишься В Джили А цена Одинаковая Вспоминаешь Да А вот Кнопка Проще Гораздо Сделано А вот Пластик Вообще и в пользовании все-таки как-то что-то где-то кнопками где-то это быстро где-то это это удобнее даже несмотря на вот эти вот иероглифы их которыми тут отделка выполнена понимаете да ну вот вот оно место для зарядки вашего телефона очень неудобно туда постоянно каждый раз смотреть бортиков нет все естественно поворотах даже несмотря на прорезиненность будет выпадать почему будет выпадать да потому что тугела гораздо лучше едет и управлять вы скажете сейчас вот так вот а помните как тугела на фоне тигуана была я вам всю ее разложил что она слабее в ней тоже более-менее все более-менее но она слабее в этом но на фоне чингана она просто как тот самый тигуан еще ну она ярко выражена отличается в плане в лучшую сторону настройки именно вот согласованности и блин настройки потому что это ваши ощущения во время езды это то что вы ваши ощущения что вы купили машину для того чтобы ехать чтобы нравилось чтобы не просто вот все ли да и вас куда-то она она повезло нет вы здесь будете получать удовольствие от машины и для тех кто хочет вот пересаживая свага первую очередь свага это заметно после кодиака после тигуана будет максимально заметно вы пересаживая свага в любой другой кроссовер китайский у вас наименьшая потеря в этих ощущениях будет в тугеле а в чинган вы будете пересаживаться ну стоит пересесть там с кодиака например где еще было много места чтобы почувствовать да но багажник опять вы очень сильно много потеряется то есть вот чингану не хватает этого багажный багажника багажного отделения как говорится потому что он уже в такой здоровенный большущий что ты думаешь так блин на чем все включаем огонь режим огонь здесь все с красная побежала и полетели потому что есть динамика она быстрая на быстро реагирует быстрее это тоже не идеал это не вот прям пмв-шный автомат здесь автомат он сразу легматичный но в нем нет это писи песячего вот этого пауз ненормальных песящих вас настолько сильно что вам вам вот вас в это вымораживает в это видите в это видите в этом обращайте внимание на это понятно потом вы привыкаете к машине но как бы вы не привыкли вы не получите этих ощущений которые есть здесь в этом главная фишка по шумке кстати говоря они близки для чингана это минус проигрыш его кажется что он должен быть тише он прям вот производит впечатление раз уж комфорт это тихий то дело как будто бы еще долю ощущения за этим вам может дать да поэтому она такая вот в чем джили у чингана по задним местам выиграет естественно про место там даже нет никаких разговоров подголовники гораздо круче вот такие бы в чинган вот он может только о них пока что мечтать нормальные приборы без всякой магии а магия чин на ну чин гану чин аню очень естественно требуется во всех этих делах он же должен вам как-то пыль в глаза пускать чтобы вы захотели его купить хотя внешность за этим прекрасно справляется в общем мы говорим здесь уже что нормальные приборы хотя конечно до нормальных приборов им тоже есть куда к чему и как стремиться потому что бортовой компьютер по прежнему страны по-прежнему требует немножко применения мозга но все это через дополнительную просто кнопку делается есть лепестки есть ручной режим все это нормально сделано рычажок выглядит на самом деле и лучше и ощущается по качественнее чем там хотя тут это уже такие придирки скажем прямо я думаю не стоит на них обращать внимание сиденья жестче сиденья более такие плотные облегающие вас здесь но и сама машина естественно плотнее но об этом уже мы будем разговаривать на ходу потому что здесь действительно хочется ехать то же самое шоссе на крупные неровности она плотнее реагирует но все мелкие она едет блин она тут ей по барабан на эти стыки у нее нет на руле вот этой болтанки включишь ассистента она поедет четко и ровно и и не надо подруливать где-то искать она не так реагирует на колейность как этот ченган них так неадекват ты понимаешь что над шасси думали его настроили и и нет этих пробелов а еще расход даже вот после того как мы поездили тут везде девяти три она показывает ченгану такое не снилось естественно хватает и минусов и у того и у сего естественно восприятие круче вот так вот если прямо вот только смотреть она естественно круче у ченгана и это позволяет делать эти наценки вот собаки вот к этому возвращаешься с новой с подвеской есть проблемы тоже относительно тугел и он достаточно странно отрабатывает мелкие неровности то есть он комфортнее но мелочь замечает сильнее мозг ломается в эти моменты ты думаешь почему какого черта 21 здесь колеса они более широкий но тугел и 20 даже лето сейчас это мягче должен быть потому что на зиму переобули уже причем на такую хорошую зиму по расходу опять же тоже проиграет тугель во всем проигрывает во все хочешь получить от него лучшие эмоции опять рецепт просто режим и к никуда не спеши вот так вот вы будете на нем ездить это я вам уже говорил вы скажете это просто ярко выраженный характер нет ребят не просто просто ярко выраженный характер у него нет таких задержек он еще более был бы гипертрофирована здесь нет такого здесь вот видно что накосячили вот блин видно и надо исправлять и можно исправить это тоже видно все это скажете фигня все это субъективно бла-бла-бла и вот это вот все но все это вы поймете только если будете пересаживаться и если вы будете ездить на тугели сразу после чина ну и вообще если будете ездить потому что ее вы запомнить как совершенно другого полета и настройки автомобиля ну и конечно же всем интересно как красят два этих автомобиля раз уж они такие на фраз фуфырен и и очень похожи друг на друга во многом и таят в себе задатки лидеров классов своих на нашем рынке как минимум я хочу посмотреть чем отличаются и как их красят допустим капот 130 112 много тыкать не буду 128 133 119 118 122 118 130 вот так вот 134 ну короче можно больше можно дальше не смотреть я так понимаю да все мы мы все в принципе узнали 116 одинаково красят это и другое 125 сто шесть и вот снизу где вот немножко грязь по почистим 134 вот эти собаки прокрашивают вот череть нихера не прокрашивает эти уголки 134 блин ну посмотрите как почему они могут а вы нет ну-ка блин быстро давайте делайте как надо 102 уголок 87 83 вот а этот как вы понимаете похож на черри да тут тоже такие типа сюда и ладно как как ляжет так и ляжет ну не досталось и ладно ладно тогда смотрим еще какие-нибудь слабые места например низы дверей 86 99 но не долетает похоже да здесь пластик не бьется уголки дверей 92 арочки 93 бака 106 вот этим досталось сверху видишь налетает 108 нес 4 уже нет нес 4 111 119 117 здесь побольше сверху побольше до низа не долетела слишком формы изощренные ладно смотрим ту гелу 140 106 104 103 арка 119 115 130 170 она потому что кривая наверно 150 140 130 тугела капоты похоже покрашены сама машина покрашена лучше толще слой именно у тугела вот так быстро все и узнали и самое главное прокрашивает блин все уголки куда-то там понимаете достают ну что друзья теперь вы ждете конечно же выводов вроде бы вот так где-то по чуть-чуть по чуть-чуть больше цены сопоставимые если опять же учитывать и рарце конечно же если не учитывать и аппетиты дилеров приплюсовывать то эта машина сильно дороже чем тугела получается но действительно ведь тачка больше и вроде бы есть те самые качества которые за которые ее можно полюбить и за которые ее можно купить правильно но при ближайшем рассмотрении оказывается что двигатель не едет что блин где-то есть все-таки в салоне и в том числе по отделке блин даже по качеству материалов какие-то косяки хотя выглядит изначально были поэтому к этому возвращаемся ладно короче уже сколько можно как говорится и в общем и целом автомобиль воспринимается недоделанным по настройке своей потому как едет потому как делали это шасси и совмещали двигатель у нас блин с автоматом и потом его с колесами как настраивали подвеску все это настораживает немножко и кажется что они могли бы это сделать и могли бы поправить прошивкой многие свои косяки по крайней мере машина сразу бы воспринималась гораздо лучше и круче и все это меня наталкивает на одну простую мысль что я не могу поставить его даже следом за тугелой потому что рядом есть два красавца которые настроили например в эксиде связали робот робот блин с двухлитровым двигателем который быстрее вот этой штуки лучше чем чинань настроил и связал автомат с двухлитровым трубодвигателем и как только они смогут все это поправить а еще потом и дилеры обратят внимание на свои ценники я думаю что его можно будет переместить сразу за тугелой ну и на этом все всем спасибо огромное за внимание не болейте и до новых встреч пока а и 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